В музее имени Лобачевского Казанского Федерального Университета открылась экспозиция по морю Средиземному, подготовленная сотрудниками музеев, вуза и научной библиотеки имени Лобачевского Казанского Федерального Университета. Задача этой выставки с одной стороны показать уровень развития фототехники конца 19-го, начала 20-го века, с другой стороны ознакомить посетителей с большим путем развития Средиземноморья. Это поистине уникальное географическое и историческое пространство, которое стало колыбелью многих известных человечеству цивилизаций. Здесь проживают люди, относящие себя к ключевым ведущим мировым религиям – христианство, мусульманство, иудаизм. И, конечно, те, кто оказывался в Средиземноморье, это были путешественники, это были паломники, это были ученые. На выставке представлены путь тех ученых, которые отправились в Средиземноморье с научной целью. На выставке можно увидеть более 20 фотоснимков известных зарубежных фотографов с подробным описанием изображенных достопримечательностей. Причем на выставке предоставлены не только копии фотографий из альбомов конца 19-го – начала 20-го века, хранящихся в фондах научной библиотеки имени Лобачевского, но и подлинные альбомы и фотографии. Фотографии, которые здесь представлены, они из тех самых сувенирных альбомов, которые продавались в Европе. То есть вы не могли их купить ни в Москве, ни в Петербурге, вы могли только выехать за границу эти альбомы купить, привезти их сюда, в Россию. И вот таким образом они оказались в нашей с вами научной библиотеке, эти альбомы. То есть это те альбомы, которые когда-то профессора университета, может быть, горожане Казани привезли из этих заграничных путешествий. Наряду с фотографиями экспозиция содержит множество интересных находок, привезенных учеными из экспедиции. Керамические предметы, плоды растений, чучело животных, книги и многое другое. Кроме того, выставка знакомит с атрибутами путешественников того времени. Здесь можно увидеть заграничный паспорт конца 19 века, чемодан, компас, различные карты и путеводители. Специально для посетителей сотрудники сделали альбом. Он точь-в-точь повторяет один из подлинных альбомов, которым можно полистать, потрогать фотографии, что в других музеях делать не рекомендуется. Посетить выставку в музее имени Лобачевского можно до 16 сентября. С понедельника по субботу с 9 утра до 6 вечера. По адресу улицы Кремлевская, 18, корпус 6. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.